Гречные глаза. Гречные глаза. И всегда потрясающие утонации выступления. Я никогда не предназначе не слышал. Выступления были вообще национальны. Всегда. С ударениями на предвозь. И союзы. На союзы. Он говорил «И!» И поднимал вот так палец. Потом он говорил «НО!» И поднимал палец. Даже все замирали. Впечатление было все равно неслых. Вот, понимаете, это было видно, что он был в науку влюблен. Он был влюблен в науку и мысли. И такое впечатление, хотя он, ну, как всегда, получал зарплату за занятием наукой и добыванием истины. Но у меня всегда было впечатление, был готов бы платить за то, чтобы ему позволили заниматься наукой, искать истины. Платить. Но, притом, не только за искать истины, но и оборваться за истины. Вот тут уже говорили, это было труднейшее время, когда же... Сергей Петрович Копейцев уже говорил что, ну, генетика и кибернетика, все это... Он, рискуя своей карьерой, потому что... Ну, за кибернетику, за кибернетику, в общем-то, дали ему, просто. А, ну, за кибернетику, и так далее, но увольняли. Вот, это все было, так сказать, более-менее на моих разрах. Вот, он боролся. Он был без страха. Он был какой-то... Он был чехол, он просто разговаривал с высветлой ельницей, но он совершенно реальный. Так вот. Совершенно неочевидным исходом. Он всегда поддерживал... Понимаете, вот он всегда поддерживал все новое, которое вот только-только промивалось сквозь асфальтеры, которое вот-вот наедет, как разговаривает как котов власти, вот он должен на него наехать, а он, вот как бы, он всегда пытался сдать поперед этого котка, и ему иногда его, как бы, так удалось отогнать. Правда, и несликанные впечатления, в том числе и на меня. Ну, и такой, вообще, есть вот ген тех рекуновых, которые участвовали в смуте в конце 16-го, начале 17-го века, вот он в нем как-то, вот как больно. Но вернемся, однако, значит, в 45-й год. Да. Что ты уже сказал? Так вот. В 47-м году я поступил на первый курс университета. Значит, еще раз повторяю, в 45-м я в 8-м классе, и в 45-м я поступаю, пусть вас не смущает, соответственно, да, я там кончил такую крайнюю причину, и, значит, вот поступил на первый курс. И, конечно, я его встречал в коридорах, но еще не очень, так сказать. И иногда, изредка, на семинаре по математической логике, который, ну, вел один из, вообще, крупнейших ученых России 20-го века, Песович Новиков, и София Александровна Яновская, которая чрезвычайно много сделала для развития математики в СССР, вот я пользуюсь случаем, ну, по-видимому, время у меня еще есть, сказать, что, понимаете, она сама не имела математические идеи, но, скажем, Дягилев тоже не танцевал в балете, но русский балет с его здоровым. Так вот, вот она, она сыграла огромную роль в развитии математической логи. Ну, хотя, как мы с ним познакомились, я не помню, честно вам скажу, не помню. В 52-м году, как уже был знакомый, конечно, каким-то образом. В 52-м году, вот такая вот вспышка, вторая вспышка, то есть, первая вспышка, в 45-м году, это я 8-й классник, а вторая вспышка сразу, я аспирант уже был попрос. Я поступал из аспиранцов Калмадора по математической логике. В качестве, значит, ну вот, он мне ожидает заниматься рекурсивными функциями. Он мне говорит, ну, это такие функции у нас почти никто не знает в нашей стране, они очень важны. Значит, объясняю, что рекурсивные функции. Это одна из формализаций, понятия, одна из формализаций математических, интимитивного понятия вычислимых функций. А вычислимые функции, такие функции, для которых есть алгоритм вычисления перехода от инструкции. Вот, и Тойот мне назначает, какие надо экзаменты сдавать. Причем тогда было совершенно не так. Сейчас не такой экзамен по специальности сдавался, потому что Калмадор, ну это не только я, всем тогда. Вот мне он так сказал. Весном давать экзамен по математической логике, вы ее обязаны сдать, без этого экзамена. А вот вам там, по уравнению математической логике, вот этот один у вас будет экзамен, ну это, алгебра там, потом в андерваторе выдавать, самый крайний экзамен. Так вот, значит, А потом еще были отчеты, или сейчас отчеты, да нет, и он мне дает выучить дескриптивную теорию. Значит, слово дескриптивная теория много здесь уже произносилась, я тоже попытаюсь объяснить, что это такое. Значит, это та часть, да без теории множества, которая противопоставлена метрической теории множества. Метрическая теория множества связана с измерением длины множества, например, на прямой, или там на окружности, площади множества, объема множества. Вот это все, все множество могут быть очень сложные, не просто там объем шара, понимаете, а вот это такое, там раздрызганное, вот это такое. Так вот, значит, а дескриптивная, она связана, вот туда в частности относятся проблемы континуума, вообще все вопросы мощности множеств, и она связана с тем, с изучением того, как какие множества строятся посредством каких процессов это элементарно. Вот задаются, скажем, отрезки, или какие-нибудь такие сады прочные множества, и посредством разных трансфинитных процедур, вот из них строятся там поп-замятные. Вот это дескриптивная теория многих, которые тяжелая, так сказать, дисциплина, но он задает, значит, две статьи липунова в частности. Нет, там много статей было, но в частности две статьи липунова выучили. Так, вы можете не вот статья, а вот теория В-функцию. Так, правильно. О, правильно, правильно, Молодец, да? Спасибо. Да, теория того, что он смотрел, большая статья садится в успех математических умножок 50-го года, и, значит, такая уже более короткая статья в теории В-функции. Ну, В-это паралетские функции, а А-это более сложные функции, и буква А против посторонних букв и Б. Вот, В-это слово паралет, а А-это, так сказать, ну, нижняя статья В-это, чего. А-а-а. Я бы сказал так. А величайшие трагедии математики происходили без изучения того, откуда происходит буква А. От слова Александр, по имени Павл Сергеевич Александр, Или от слова «аналитический», потому что у Лудина была книга, знаменитая, «Лекции об аналитических новостях». И что из этого вообще происходило, это странно. Так вот, это такая вторая вспышка, которая изучает эти статьи. Ну, в общем, там еще таких там, да. А хотя бы, Арсения Липунова, ну, там 150, наверное. Спасибо. Ну, в основном, это. Ну, спасибо, да, да. Вот, вот, спасибо. Ну, спасибо уже, Владимир Иванович. Я именно тут с первого вопроса. А, сколько мы с тобой? А, давайте сказать, что мы с ним. Я оставил полку. Да. Да. Привычай. А сколько это было? Это был он тоже за счет. За счет? Да. Да. Александр. Ну, Александр Владимирович Макуров. Ну, кто? Ну, а это стоит. Теперь, значит, вот, как уже говорила Тима Ивановна, в 52-м году Собрет пригласил его, я не знаю, когда была создана Казарь, вообще, и в Математическом Думу, может, она была создана. Значит, и он ее заведовал Собрет. И он пригласил Тиму нового профессора. Профессора Собрет на этой кастре. И вот как в новом здании, куда университет переехал, открытие было вот этого нового университета, которое 1 января 53-го года. А? Первого сентября. А? Первого сентября. Первого сентября, я же не сказал, что случилось. Первого сентября 53-го года, был к Казарь. Значит, и вот там, значит, а я аспирантом тоже туда переехал, и Алексей Андреевич привлекает, ну, я там на кафеле другой, но Алексей Андреевич привлекает в деятельности этой кафели. Он, так что, вообще, меня так не воспитывал по жизни, никакого, да, ну, как бы сказать, потренированного. Значит, он, я начинаю, конечно, на семинаре вот выдвигать, в учительные математики, в учебные заседания участвовать там, в области, в области, в области, в области, в области, в области и так далее. И дальше происходит очень важное сентября 3-е, то есть весной 54-го года. Он, это вот, да, он меня приглашает сделать длинный, на три занятия, доклад на его семинаре по рекурсу выбрать. Я делал этот доклад, и в завершении наклада, вот вы говорите, а вот теперь вы объявляете годовой спецкурс. А я вчера объявляете годовой спецкурс, вот, по всему, на следующий год. Значит, вот, 1954-55 годов я читаю этот годовой спецкурс. Это был такой важный шаг в моем успехе, потому что у меня еще, когда я был студентом, старшие товарищи, студенты старших курсов в Казахстане, учили следующее. Что если вообще человек хочет что-то выучить как следующее, он должен прочесть курс по пятому годовому. Не пойти на курс по этому, а прочесть сам. Вот на этом курсе про рекурсивные функции, я повторяю, что рекурсивные функции это одна из формализаций понятия вычислимой функции. Значит, я много чего узнал про рекурсивные функции, что лепло в основу моей книги лекции о вычислимых функциях. Такая книга была, которая была первой отечественной книгой по вычислимой функции, вообще вопросом связан с алгоритмами, с функцией вычисляемой алгоритмами. Она была, в основном, перевелена французским языком в Алиже, а она, в свою очередь, была защищена как докторская диссертация. Потом, так что, я хочу сказать, все языческое было важнейшую роль в моей книге. Он сделал доклад, потом велел читать курс, на который я от себя много узнал, так сказать. Ну, вышка четвертая, 55-56 учебный год. Дело сестер Лекуновых на биологическом факультете. Их там собираются исключать из комсомола, выгонять из университета и прочее за занятия неправильной биологией и Мичуринской, и Лысьянковской, а вот настоящей биологией, и математической биологией и прочее. Значит, это сестры Ляли и Туся, а они вообще... Не, 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 подождите. Я думаю, что им все знают все-таки. Не, 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 не. Вставайте! Не оборачивайте. Не оборачивайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, теперь они, Елена Алексеевна и Наталья Алексеевна, доктора биологических наук и прочее, и прочее. Да, они полегали, у Сергея, значит, что там был уроки, скандал, но сумели сказать, что это на мельхмате отдается, очень сильно отдается, потому что занятия математическими методами биологии, знаете, новой биологии, вот собираются кого-то исключать, так сказать, в общем, это так. Я очень хорошо это помню, я очень хорошо помню, вот примерно в это время, я не помню точно, вот, я иду по коридору мельхмата, мимо двери, где происходит какое-нибудь заседание, по-моему, заседание ученого советского мельхмата, и слышу совершенно истерический крик «Роковес!» Это заведующий кафедрой небесной механики Николай Ильич Моисеев орет на Алексея Ильича Ильича Ильича, который там сделал какой-то вот доклад, там, «Роковес!», вот этот крик «Роковес!», оно, он меня стоит, носит, ну, как вам сказать, из-за того времени истории показали, в том, 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 в том. «Роковес!». А В��라 monitoring Моисеев, он сейчас не простой, не грубость. Надо сказать, не ходил на костыля, а simpere-противzessive. Такое, фигура, в те годы, в которой понимаете, dass… Конечно, да? Вот, да. Свышка шестая, она имеет точную дату, точную дату это 17 февраля 1957 года. Почему? Потому что об этом событии у меня написан один. Я как бы запротаголировал то, что там происходило, и эти маленькие неразборчивые почерки я отдал такой подвижник по истории гипертетики. Это одно из совещаний кибернетических на квартире у Алексея Андреевича. Алексей Андреевич нередко созывал какие-то вот такие неформальные встречи у себя на квартире просто. Значит, они всегда имели какой-то традиционный формат. Здесь им делился столом, обязательно подавался чай, которым полагались бутерброды с исключительно толсто нарезанной колбасой. Вот это я помню, потому что, знаете, обычно бывают такие микросрезы по человеку. А там это все делала Анастасия и Савелья. Супруг Алексея Андреевича и, насколько я понимаю, мама. Она очень бесстеприимная, хотя и как она всех нас терпела, я до сих пор понятен. Но не знаю, может, когда... Не только вы. Не только вы. Вот, да. Совершенно верно. Всех терпела, всем подавала чай, всем подавала бутерброды. Значит, и вот было такое замечательное совещание. Значит, сидело за круглым столом 20 человек, включая Александра Речи. Среди них два крупнейших биолога. Просто крупнейших биологов, вот так вот. Это... Это Тимофей Валисовский и Малиновский. Ну, Тимофей Валисовский более известен в Малиновске, менее известен, но очень, он совершенно просто, ну, на самом деле, не менее. Теперь, значит, теперь вспышка седьмая. Вспышка седьмая, она вот... Значит, в пятьдесят девятом году выходит русский перевод. Книги английского психиатра и кибернетика Ульяма Эдби «Видение в кибернетике». Это было тогда в пятьдесят девятом году важным фактором развития кибернетики власти. Потому что до пятьдесят девятого года кибернетика была запрещена. Значит, не... Ну, ничего хорошего, значит, не было. Блюньте глаза каждому, кто сказали, что кибернетика была проданной девкой, там, империализмом, потому что проданной девкой была молекулярная генетика. А кибернетика была буржуазной лженаукой на службе в американской войне. Эта форма... Я прошу прощения, я точно помню. Таким образом, кибернетика служит орудием в руках самых ярых поджигателей новой мировой войны. Да. Замечательно. 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 Теперь... Я всегда предупреждал. Почему же надо у нас запрещать? Наоборот, Эту... Когда médienced войну в руках. Н Especially... на её основе происходит... Донецк! Её пользуется противник, американская военщина, этот сжигатель «Войны», — надо её всячески разливать и им пасовывать. Пусть они дальше опираются в своей поверхности, в своей как-то синтезе, но почему-то это вводит и не действует. Я не понимаю, почему. А, значит, я не развиваю. Она, наоборот, запишет. Ну, вот книга Винера вышла, значит, вот оригинал в 1948 году, а у нас перевод в 1958. Ну, а книги Эрби вышла в 1956, у нас в 1959, вот очень быстро, ну, пока она нашла, то всё, пока не убили её, пока там, то всё расписывали. Короче говоря, вышла книга Эрби. Значит, на титульном листе книги Эрби помимо Эрби ещё три фамилии. Андрея Николаевича Колмогорова, который написал замечательное предисловие, «Последний год». Он был тоже одним из таких первых борцов за гибернетику. Он написал, помните, было несколько зданий «Большой женской дископедии», последнее третье здание. Третье, значит, там… Он дополнительный. 51-й том. А? 51-й том, 57-й год. 51-й том, да. Оно было 50-й тома, как делали? А это дополнительный 51-й, 57-й год. Тройка заседала в полном составе, были все четверо. Вот, значит, 50-й том на издание в 52-м томе, потому что это был дополнительный тот, который… В частности, там были такие статьи «Информация» и «Теория информации», «Информация» и «Кибернетика». Как я рассказывал, Колмогоров был задержан на несколько месяцев, потому что некое компетентное ведомство, занимающееся проблемой информации, как в нашей стране. Будут собирать… Ну, просто… Очень заинтересовало. Если вот эта статья «Информация» и «Кармония», 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 «Кармония». Поэтому ничего он не нашло, но задержан. Вот. А «Кибернетик» он написал замечательную статью «Колмогорова». Тут он написал «Среди ссоры». «Среди ссоры». «Среди ссоры». Вот, я эту вторую статью. Да, еще три события «Колмогорова». И я, который был титульный редактор. Так называлось такое, титульный редактор. И, значит, когда книга этого пришла, то, ну, я что-то вижу, что первый человек, который мне нужно подарить – это Александр Ильич. И что написать? Ну, просто, конечно, можно написать там «Дорогому на губоль». Вот. Вот. Я решил, что надо написать «Опису советской гипотеки». Надо сказать, вот я с некоторой гордостью говорю, что до этого факта этот термин никто не укрывал. Поэтому, прежде чем написать, «Опису советской гипотеки». Я решил только подписать «Дорогому на губоль». И «Колмогорова». Ну, это ответственное дело. Значит, готов ли. Значит, я к этому пошел «Колмогорова». Андрей Николаевич. Вот я собираюсь от вашего имени написать «Опису советской гипотеки». И дать вам напомнить. Вы такой пропорционный согласный. Он сказал «Самглаз». «Опису советской гипотеки». Вот после этого было написано «Опису советской гипотеки». И вот все провиненты там записались. Вот. Это, мне кажется, такое то, что… То, что там… Я официровал, это, на самом деле, такой минир. Маловат, не так. То, что Оленин, то, что под этим подписался, тот фактор, это… Ну, и, пожалуй, последняя, восьмая вспышка, это… Мой приезд в Новосибирск для защиты докторской диссертации, о которой я уже упомянул. Дело в том, что это был какой-то короткий период, может быть, присутствующего года, когда нельзя было защищать диссертацию в своем месте. Но это вот как-то его ввели, и по-моему, тоже признавались. Будет он был. Будет он был. Поэтому, значит, я… Поехал в Новосибирск, это тоже такое замечательное, то есть, если уехать на поезде вместе с Андреем Николаевичем в городе. Поехал не обманул. Значит, на самолетах в городе не летает причина некоторый… как бы… некоторого… ну, устройства у него… вот… как там… так сказать… ну, какой-то… парахончик ходит… вот… может быть, какая-то там проблема у него вот здесь… я знаю… про то, что называется… там… да… и это, конечно, меня отчасти не погубило, потому что я думал, вот так, вот я поеду и по дороге напишу свое ступильное слово, которое я могу сказать. Ну, понимаете, когда… я… 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 с Алмакоровым… и… и… имею возможность с ним разговаривать, конечно… да… поэтому… значит, мы приехали 31 мая, очень поздно вечером, а… 1 июня рано утром у меня защита диссердации. Я вначале не сплю, а… просто свои… и утром из гостиницы… я… иду… в этот самый… в какой-то помещении… в какой-то институт, я вас не помню, в какой-то, где он заседает ученый совет, когда не было разделения с институционными, институционными, чтобы ученый совет, который там это все много у меня рассматривал. На породе этого учредения я, так что, сталкивался с Алисен, речной ручкой. Погромче! Погромче? Сейчас! Не слышно! Как? У меня здесь микрофона не слышно? Не слышно шепота? Не-не-не! Не-не! Я встречаюсь с… Не-не, а то, что шепотов, то и не надо. Я встречаюсь с Алексеем Андреевичем Дуромом, и он мне говорил, который член этого совета, и он мне говорил, «Слушайте, вы, наверное, не знали, но он совершенно прав. Вы, наверное, не знали, где завтрак вообще. Значит, не в завтрак, а в гостинице, а не в обществе. Значит, от пыльной пальцы я... Все делают все. Так вот, значит, вы, наверное, не завтрак. Так вот, пойдемте ко мне. Мы просим бутерброд там лежать. Оксей Андреевич, вы вообще что говорите? Сейчас, вот сейчас, начнется совет, на который я иду, вот эту диссертацию. Участвую, защититься в том, что диссертации. Ну, он говорит, ну, он опоздает на несколько минут, это так близко, все, это просто рядом. Вы не понимаете, где я живу, я там рядом, смотрю, рядом, пока мы там, да, все. В общем, я с трудом... Ну, я понимаю, что я не пойду, просто... Только если у меня силы подачи... Да, ну, вот это тоже очень характерно, понимаете? Он был человеком необычайно заботы. Он был вот... Понимаете, он... Вот, первое, что он заинтересовал, вот... Он понял себя незамк. Понимаете? Ну, наверное, уже не надо... Не было бы... А, не было бы... Да, еще. Нет? А, нет? Сейчас, 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 сейчас. Нет, я просто могу... Еще... Не относящий... Второй человек, который мне подошел там, это был Анатолий Иванович Пальцов. Я сказал, хотел... Не видел. Пожалуйста. Значит, а другой мой аппетит был? Анатолий Иванович Пальцов. Ну, вот... Ну, как сказать... Ну, один из таких главных... Ну, академик и прочее, один из этих... Он был... Я был начальник... Сибирский бизнес. Главный автопроистов, фактический слой и прочее. Вся школа сибирского фактического и т.е. оконтантов. Он мне совершенно замечательно сказал. Он мне сказал. Первый был Алексей Андреевич, я... Я спросил... Уже внутри... Перед входом в зал... Меня отвечает моя память... Он говорит... Да, такой вопрос... Я говорю... Вы банкет собираетесь устроить? Я говорю... Анатолий Иванович... Что вы говорите? Я вот сейчас провалюсь. Какой банкет? Он говорит... Я ведь почему вас спрашиваю? Я хочу сегодня вечером позвать Андрея Николаевича себя в гости. Но если вы устроите банкет, то я признаю за вами право первой ночи. Я говорю... Так... А что вы говорите, что вы провалитесь? Он не говорит, что вы не провалитесь? Он не говорит. Он говорит. Он говорит. Ну, он недавно... Я даже не буду называть фамилию этого человека, я ее знаю. Он защищал человека... Андрей Николаевич, может быть, у него была понятна... Он провалился. Значит... Он был с банкету в крови... А не пришел в отличие от банкета, и пришел в пользу человека... Тоже член Совета Человека, что был заводом... Это выясненно... Проскрасно снялся... И с вами с вами... Разве я нашел? Теперь я хочу... Одну... Это... Это... Вот, например... Значит... Вот он... Человек был заводом. Вот... Николай Николаевич Константинов о том, как фонда осетинская таланте молодежи. Ну, я не хочу себе туда подчислять, но талант, я не считаю все талантливым, безусловно. Ну и молодежных особенной не было, у меня было там, ну там, 20 лет, ну там, ну там, конец. В общем, вокруг 30-ти, нельзя считать положением. Он обо мне, безусловно, заботился. Ну, хотя неоткорно 25 лет, заботился. Ее у меня вообще, потому что, я очень хорошо помню врача такой забот, не только то, что он спросил не по завтраку, что я готов бы меня вести завтрак, но и основанный биологический факультет, вот где-то в середине 50-х годов, или в начале 50-х годов, я помню. И там была лекция Тимофея Варисовского, и там он меня с ним познакомил. Была заведома до 50-х годов, заведома до того, как я уже встретился, будучи знаком с ним в партии Лигунова, 17 апреля 2007 года. Ну, так что вот, благодаря Лигунову я вот с этим великим человеком познакомился. Ну, вот сейчас, по-видимому, собираюсь показать этот самый разворот книги «Первый сбор» и «Секурного года». Но это уже не обязательно, потому что я уже все, собственно, сказал. И, наверное, позвольте мне это заранее. Большое спасибо за просмотр. Уважаемые коллеги, в пользу из права председателя, прежде чем сделать сверхважное объявление... ...вас в том, что вы хотите...